Привет, друзья! Не помню, какой царь завещал своему сыну. Слушай всех, но решение принимай сам. Ну, я точно так же поставил эту картину. Греткин папа Андрюша Зорин, сын моего друга Олега Зорина, он написал «Садовник Иннокентий». Ну, продолжение такое. При этом эта картина такая добрая, как мне казалось. Столько вызвало позитивных отзывов, но был один отзыв такой. Что это такое? Он что, арбузы держит, что ли? Ну, одна там она писала. А я вот слушаю всех, но решение принимаю сам. Я вот беру, значит, в своем внутреннем размышлении, обхожу эту картину с разных точек зрения, ее рассматриваю, с критической, некритической, и с этой точки зрения тоже посмотрела. Да, и вот получается коллективный разум, как и внутренний диалог, о котором я говорю. Ведь внутренний диалог – это, по существу, коллективный разум, только вмещенный внутри нас. Сейчас я об этом скажу кое-что. Так вот я с этой точки зрения этой дамы посмотрел насчет этих арбузов. Конечно, мне не понравилось это замечание. Причем тут арбузы, это же цветы. И посмотрел, и нашел, что надо здесь поставить точку черненькую, чтобы было видно, что это рука. Да, вот поставил точечку, и цветочки вот немножко продлил там. Послушайте, как это важно, я вам очень благодарен за эти советы, давайте советы, пишите комменты. Мы так создаем. Я столько посмотрел позитивных отзывов, поэтому могу сказать, мы вместе создаем шедевр. Еще хочу сказать следующее. Вот состояние человека, вот говорят же, свет в глазах смотрящего. И когда человек находится в скорлупе своей эмоции, он и видит вещи так. И вот я почему картины часто показываю, чтобы как психолог, психофизиолог, на примере картин объяснять, как логика работы мозга. Так вот смотрите, человек находится в состоянии раздражения, например. В удрученном состоянии, разочарованном, сниженном тонусе. Вот я находился в таком состоянии, к примеру. Ну вот смотрите, потом на следующий день смотрю, как бы я ни старался, как бы я ни видел картину хорошую, а мое состояние там отразилось. Оно не приподнятое. Поэтому раньше, когда писали иконы, готовились к писанию, диеты совершали, молились, находили в себе состояние, которое подходит для этой деятельности. Это же целая была культура. Поэтому я знаю, хотя картина не очень хорошая, я знаю, я знаю, что я создам в себе хорошее состояние. У меня же есть ключ. Самое главное, что я увидел, что внутреннее состояние отражается на словах, которые человек говорит, на картинах, которые он пишет, на всём. Поэтому свет в глазах смотрящего. Поэтому ещё раз хочу сказать, как важно научиться по методу ключ управлять своим состоянием. Сейчас мы с Шейлой будем 2 марта 20 часов проводить вебинар. Там как раз коснёмся этого вопроса. И там мы в вопросах коснёмся, как делать выход на ноль. Освобождаться от негатива, освобождаться от комплексов, освобождаться от чувства вины, которая нас преследует, освобождаться от всех неприятных эмоций, чтобы перезагрузиться на позитив, чтобы творить добро. Потому что изменить прошлое мы не можем, а создавать будущее можем. Да, друзья? Так слушайте, что интересно. Меня всю ночь сегодня преследовали боли в ногах. Судороги. Я спал дробно. Спал дробно. Ну, во-первых, я хочу напомнить вам, что надо иногда погоду заглядывать. Я сегодня заглянул в погоду, у нас магнитная боль, 5 баллов, оказывается. Я сразу успокоился. Вот почему я плохо спал. Поэтому, кто впервые к нам заходит, это, знаете, 10-12 дней надо записывать. Я магнитную обстановку, атмосферное давление, температуру, дождь, ветер, ну, осадки, да, чтобы потом ориентироваться, чтобы когда появляется неопределенность, какое-то плохое состояние в теле и в душе из-за этого. Сейчас еще скажу кое-что. Чтобы раз противопоставил этой неопределенности, чтобы не накручивался. Определенность. В частности, элемент один – погода. Противопоставил и успокоился, чтобы не накручивался. Так звучит и интересно. Вот этот дробный сон, как говорится, нет худа без добра. Да, я это знал. И вот я засыпаю плохо из-за судороги в ногах, туда-сюда, в общем, и думаю использовать этот момент. И стал на этом фоне засыпание, просыпание, дрейфуя между сном и бодрствованием в этом дробном сне, а тем более я когда-то читал, что дробный сон тоже полезен. И я читал эти лекции, что дробный сон тоже полезен, но лучше высыпаться, конечно. Ну, когда плохо спится, используйте дробный сон. Решайте какой-то вопрос. И я стал решать вопрос. Засыпая, просыпаясь от этих болей, засыпая, просыпаясь, засыпая, просыпаясь, обстреливал этот вопрос, как говорится, с различных точек зрения. И вы представляете, у меня создалась идея. У меня создалась идея, я встал сегодня такой окрелённый, потому что когда у вас появляется идея, это чувство перспективы. Да, я понимаю, что как раз таки вот, когда сердце и ум в гармонии, то и тело здорово. А когда человек с головой не дружит, он не знает об этом, что он с головой не дружит, потому что у него и сознания в этом моменте нет. Он настолько в эмоции, что он ничего не слышит, ничего не видит в таком состоянии. Потому что я уже говорил, что здоровье – это не отсутствие недугов или недостатков, а развиваемая способность справляться с ними, справляться с этим. Это и здоровье. Так вот, надо, чтобы сердце и ум были в гармонии, и тогда вы находите способы, как справляться с тем, чтобы тело было здоровым. Вот оно как интересно. Потому что когда всё в согласии, ум, сердце и тело, когда всё в гармонии, вот ты тогда и здоров. Да, друзья, и тогда у тебя такие идеи, потому что мозг уже не тратит энергию на сохранение целостности. А эта экономия энергии уже идёт на созидание. Не на выживание уже, а на созидание. И вы-то можете создавать и поэзию, и создавать и живопись, и создавать музыку. Что угодно хотите – создавать, создавать. Так что у меня пришло на ум? Во-первых, я буду сегодня встречаться с обиденным в интернете. Наш композитор, который давно обещал, не обижая нас, являть музыку, а я являя метод-ключ для людей, и примеры своих картин, и стихов, и примеры моих книг и так далее, рассказывать о том, чтобы все научились управлять своим состоянием, чтобы были здоровые души и тело. И были творческими. Так вот, я, когда дробно спал, дробно спал, я решал вопрос. Почему, собственно говоря, в наш век интернета, когда все худо, когда все берется под контроль, ну, короче говоря, много неприятностей, поискать позитив, поискать позитив, потому что идет оптимизация. Я понимаю, как человек мыслящий, что случайно ничего не бывает. И этот интернет придумали не для того, чтобы людям настроение портить, а наоборот, это показатель того, что человечество нуждается в целостности. То есть есть там такие большие, глубинные, подпороговые какие-то реакции, инстинктивных моментов у человечества, для объединения и еще для чего-то. Для чего искусственный интеллект создан? Не только для того, чтобы конкурировать с человеком и лишить его рабочих мест. Нет. Для того, чтобы человек первый задумался еще сильнее. Чем же он отличается от любого уровня искусственного интеллекта, от любого совершенного искусственного интеллекта? Чем же он отличается? Чтобы происходила дальше эволюция сознания, чтобы, наконец, человечество в большем числе своих случаев и представители людей занимались самосознанием, чтобы развивались. Да, ну вот это очень интересно, и вот я подумал, ведь оптимизация происходит. Раньше люди обменивались, добрые дела делают, камень катят друг другу, здоровый валон, этим раз обменивались, как бы свой труд оценивали в натуральном хозяйстве. Потом появилась рубль, теперь цифра появилась. То есть идет оптимизация процесса, это не просто так. И вот какая же оптимизация идет вот здесь, в интернете, чтобы найти позитив. Если вы помните, в свое время, например, вот сейчас ТикТок есть, который, говорят, людей оглупляет, а вы посмотрите с другой стороны. Помните, в свое время говорили «междупланетный космический корабль», «междупланетный», «междупланетный». А постепенно язык оптимизируется, теперь и потом стали говорить «межпланетный». Понимаете, что происходит? Это, на мой взгляд, вы можете со мной спорить, пишите комменты, я для этого вам это все рассказываю, чтобы мы вместе искали истину. Так вот, когда мы оптимизируем какой-то процесс, вот ТикТок, я вот взял его в ТикТок, вошел и стал там давать материалы. Посмотрите, кто не видел его, посмотрите там в ТикТоке. И стал давать материалы, вот такие коротенькие, которые, как говорят, что детей лишают теперь способности развития, там и так далее. Ну, очень много плохого в этом месте, но я же ищу и хорошее. Через точку зрения оптимизации, что-то нет хода без добра, нет ничего простого в эволюции, нет просто так. Я нашел. Вот то, что я раньше мог выражать, например, в течение пяти минут и думал, как это выразить. Потом, когда критерий такой явился, а там за пять минут не выразишь, там надо за минуту, допустим, я стал сжимать вот это во времени и в пространстве, чтобы выразить за минуту. И так выразил. И сам удивился. Слушайте, я усовершенствовался. Вы понимаете, не только для оглубления это происходит. Это большая, большая, стратегическая, эволюционная механика Вселенной. Идет не только для оглубления наших детей, она идет и для развития. Надо просто правильно смотреть на вещи, надо просто, как говорится, словам тесно, мыслям просторно. И вот мои картины, мои холсты, тоже холсты небольшой, а какой он объемный получается. Потому что много смысла там, много эмоций. Мне там пишут это. Пишут, какой добрый садобник Иннокентий. Какая доброта. Прям пронизывает душу. Какие глаза. Ну, короче говоря, много хорошего. И поэтому, друзья, вот надо думать, что же хорошего есть в этом интернете, кроме того плохого, которое там происходит. Кроме того, что нас все хотят зацифровизировать, как говорят, да, что же там хорошего. И если мы вот эти позитивные качества сложим между собой, вот это даст новые качества, синергетику, мы, может быть, вырвемся из тех оков, из тех оков, которые нас держат в развитии. Может быть, мы сократим кризисы и вонии, потребность в лекарствах. Многое сделаем. Поэтому у нас называется школа «Человек будущего», «Homo futurus». Школа человечности. Да, очень много интересного. И вот на вебинар приходите, и вот обиденно я жду, в 21 час он придет ко мне в интернет, и музыку нам явит, а я там люблю картины, но еще и советы, практические советы, как регулировать, управлять своим состоянием и как подчинять разом весь наш ресурс сознательному управлению. Потому что человек может управлять только тем, что он осознал, все остальное управляет им. Да, друзья? Таким образом я вам расскажу какую пользу можно брать от дробного сна, когда вам плохо спится, что вы можете решать какую-то задачу, какой-то вопрос. Я вам расскажу об этом и на вебинаре, если вы зададите такой вопрос, и в следующем ролике. И у нас еще есть райская группа в Фейсбуке и ВКонтакте. я хочу в эту райскую группу пригласить только тех, которые вместе со мной хотят заниматься творчеством. Ну, Фейсбук, как говорится, вебиентам, затруднения, контакт, как говорится, все понимают, под чьим контролем находится. Ну, короче говоря, и будет у нас в райской группе модель, так сказать, нашего общества. И, конечно, там будут люди. Афоризм мой. Нормальные люди соберутся, даже не имея исходной темы, все равно придумают что-то интересное. Но стоит затисаться среди них хоть одному примитиву. Все усилия уйдут, как песок. Да и хлопот потом не оберешься. Ну, и казачок, конечно, там будет засланный. Ну, конечно, там будут и больные, которые будут писать всякие вот такие вот, ну, такие животрепещущие, в то же время не агрессивные какие-то, потому что здоровый человек агрессивные вещи не пишет. Здоровый человек, когда пишет критику, он пишет конструктивно, он предложение делает. Потому что критика с любовью, с желанием помочь, с желанием улучшить, она воспринимается по-другому. И она вызывает желание сотрудничества, желание человеческого отношения, желание, ну, просто хочется обнять такого человека. Поэтому я вас всех, друзья, обнимаю. До встречи. Да, скоро встречаемся. Совсем скоро. Подписывайтесь на Телеграм, кто не подписался. Кому-то иногда лень подписаться, кто-то забывает. А там интересные материалы я оставлю из нашего архива, из старого архива. Очень интересные материалы, которые сегодня выглядят как новые, потому что там я когда говорил вещи некоторые, они, как многие мне пишут, цены не имеют. Поскольку я давно по возрасту уже корифей. До встречи, друзья. Спасибо. Спасибо.